Всем привет! Вы на канале Дневник Домохозяйки. Ой, Катя закрыла пальцем. Говорите привет! И сегодня у нас деда Саша на работе, а мы... Пашеньку не видно. Где Пашенька-то там у меня? Он он, Пашенька, вот он! И мы ездили в музыкальную школу и, соответственно, зашли в магазин Магнит. И сегодня мы решили купить в Магните всю продукцию практически с маркой Магнит. Посмотрим, Катя, как ты считаешь, марка Магнит это нормальная продукция? Да вроде бы ничего. Так, Катя, за рулем. Мы ее не будем. Катя, мы тебя не будем отвлекать. Рули внимательно. Екатерина у нас сегодня... Ой, что ты везешь нас, как неаккуратно по шпалам? Ну, в общем, вот, едем мы домой и покажем вам, что мы купили в магазине Магнит с маркой Магнит. У нас сейчас из всех событий в основном поход по магазинам, да, Катя? Потому что там такие цены. Да, кстати, сняла немножко цены. И покажем, что же мы купили. Ну, мы сегодня как-то скромно с вами на полторы тысячи. Итак, кому интересно, оставайтесь с нашей веселой компанией. Помахали... Ой, опять мой палец. Да что ж, это так... Екатерина, не надо двести повстречки. Вот вам полки с сахаром. Цена вот такая на сахар. Вот такая цена на пять килограмм. Более трех штук в одни руки. Соли нет. Мука есть. Вот так полки с маслом выглядят. Сейчас покажу цену на масло. 199, 229 килограмм. Даже по 113 есть. Вот такой, 159, 159, 169. Представляете, бананы 87 рублей. Где-то их взяли-то. Сказали же, что бананов не будет больше дешевых. В глазах свои не верят. 87 рублей. Мы уже говорили привет. Вот мы вернулись домой. Мои уже готовы делать распаковку. А бабе присесть некогда. Ой, некуда. Евгения, что спряталась? Так, ну что, погнали? Кому интересно. Всем приветики. Да уже говорили приветики. Женя будет цены говорить. Кстати, да, очень удобно. Я что помню, скажу. В общем, мы сегодня решили сделать акцент. Подожди ты. Ты можешь подостать? Тебе чего надо-то? Я сам буду. Сам, хорошо. Сейчас тогда мы... На, мешок. Только давай по очереди. А баба будет говорить. Так, давай сначала баба скажи. А я просто в цели, да? Взяла вот такие... Видите, у нас какая коллективная распаковка. Взяла вот такие стаканы. 12 штук, 49,90. 50 рублей. А для чего они мне нужны? Екатерина нарисовалась. Для чего они мне нужны? Она еще не знает. Нет, я знаю. Я буду скоро сеять огурцы. 17 апреля. По новой технологии. Я вам все покажу. В общем, интрига дня. Сколько? Нет. Милку Пашу взял. Это что такое вообще? Я не знаю, там Паша что-то бросал. Какие-то печеньки с шоколадом. Милка пирожная, 129,90. Ого! 130 рублей. Милку вот Пашка взял. Так, дальше-то будем? Да! Помидоры почем? По-моему, 109,90. Паша! Сейчас я села. Вот такие помидоры. 600 грамм. 109,90. Это недорого. Томаты свежие. Урожай 2022 года. Рукопольдашник, сибирский, новичок. Ставропольский край. Россия, Ставропольский край. 110 рублей. Жень, я уже помню. 110 рублей вот эти помидоры. Ой, у меня сегодня столько помощников. Давай, давай, про лапшу говорим. Не высыпем, а говорим, о боже. Давай, говори. Макароны. Лапшу Пашенька взял себе, кстати. Макароны с киролей или нет? Нет, с маркой магнит. Лапша яичная. 40, по-моему, девички. Что у нас сама ищи? Ладно, короче, все понятно. Найди лапша яичная. И жаркость будет. Не помню, короче. Почем сейчас найдем. 40 с чем-то рублей. 40 с чем-то рублей. Паш, ты делаешь, помогаешь мне? Да. Батоны. Наши батоны родные. 20 рублей, да, Кать-то говорила? 22. 22 рубля. Это наши местные нарезки. Очень хорошие батончики. Гречку, кстати, взяла. 79,90. 38 рублей лапша. 38 рублей лапша оказывается. Кать, поставь маме к кастрюлю. Сейчас мы не заварим, он хотел. Он в цирк. Я тоже хотел. Расскажи зрителям, моим дорогим, нашим дорогим, куда ты поедешь сейчас с мамой через 2 часа. В 3. Павел у нас сегодня с мамой едут в цирк, а у Евгении репетиция. Скоро у нас отчетный концерт по музыке. Так. А вот я тебе купил малиновый. Вот Паша тебе купил и тебе купил малиновый коктейль. Ладно, пока они там ищут. А тебе шиповарные, спасибо. Вот такие вот спирали под маркой магнит из 3 сортов пчаницы. 50 рублей за 400 грамм. Это нормальная цена. И еще в коктейле купил. Да. Гречка 80 рублей. 800 граммов. Приличная. Я посмотрела гречка. Не 150 рублей за коктейль. Открыть или нет? Ну, открывай. Вообще-то сейчас суп. Так, коктейли. Я не помню, по чем фрукты. Вот этот вот 25, а тот 40, да. Ну, это вот Паша взял себе. Ну, фрукты няни не было шоколадного. Паша взял клубник, и Жень с клубникой не любит. Жень шоколадный. Дальше. Молоко. Молоко наше, местное. Наша корова. Бутылочка молока стоит у нас. Сколько сейчас? 63 рубля. 63 рубля. Так, что я одела? Вот второй батон. Мы, правда, уже голубей кормили. У нас тут немножко поменьше, чем батон. Яйца. Яйца пока по нормальной цене. Вот такое яйцо первой категории, вкусно-сельское. Десяточек стоит. Сколько, Жень, там? 73, что ли, рубля? 71. 71 рубль. Ну, не стало пока для Пасхи брать. Рановато еще. А не потому, что у них срок заканчивается. 22 апреля за два дня до Пасхи. Не стало брать. Но они, конечно, цене подскочат. Яйца к Пасхе. Так. Огурец, Жень, посмотри. Огурцы по 179. У нас есть один? Жила еще один на салат. На сколько огурец? 39. Кать, да давай сюда. Пусть он ест. У нас будет ему к банке распаковка. 39. На 39 рублей это не огурец, да? Да, я же тебе наложила, как будто ты у меня... Проколодался, Пашуля. Ой, надо было заснять, как он кормил голубей. И себе в рот еще от этого батона отщипывал, да? А у нас что, уже батон, который я ходила? Ты... Ну, конечно, нет. Ты ему мало нагрела, Кать. Даже тарелка холодная, мне кажется. Так, ладно, продолжим, отвлекаемся. Моя красная... Ой, моя цена вот такую икру. Саша, конечно, меня ругает, но... Блин, ну, пока я вот еще пощусь, что-то хочется такого солененького. А, сыр вот такой взяли российский. 100 рублей упаковочка. Натерки уже бросим в розетку. Может, пиццу завтра им сделаю ленивую. Вот такой краснодарский соус. У Татьяны вижу. Танюшка, ты меня смотришь всегда. Ну, Танюшка знает, про кого я говорю. Потому что вот всегда замечаю, что она берет вот такой краснодарский соус. Элита. 110 рублей. С желтым ценником был. Сегодня, кстати, очень много товара в магните с желтым ценником. Посолька вот такая с желтым ценником. Это я на обед себе взяла с гречневой лапшичкой. Поем вместо мяса белок. Нужен 53 рубля баночка. Халвишку вот такую. Тоже, видите, заметили, что все с брендом моя цена. Но качество, я уже убеждаю, что качество неплохое. И цена приемлемая. Халва 45 рублей, по-моему. Тебя не видно. Тебя не видно. Ой, извините, Пашу не видно. Паша еще мукбанк вам тут делает. Дети все, короче, едят. Ну все, у бабушки уже чуть-чуть осталось практически. Мелочовка. Ванильный сахар. Ой, да, да. Ванильный сахар взяла две. Скоро Пасха. Чего-нибудь испечем к Пасхе. Он что-то недорогой. По 8 рублей. Хотя вот эта морка очень такая, ну, хорошая, известная. Потом взяли сыр пашихонский. Помню, в детстве был. Три вида сыра был. Пашихонский, голландский и российский. Но я его в детстве не любила. А сейчас не успеваем. Вот вчера я брала кусочек в нашем магазине по 570 рублей за килограмм. Мы сегодня его с Катей съели. Сыр, конечно, нельзя в пост, но сыр я на завтрак... Походу реально будут выходные все рубли. Да? Иногда ем. Почем сыр-то, Жень? Насколько сыр-то? Сыр пашихонский. Вот этот кусочек вытянул. Тут 250 грамм. Сыр российский? Нет, российский 99 рублей. А пашихонский, а пашихонский, а пашихонский, ладно, она не может найти, она ест. Дети все едят. Сейчас найдем. Ну, хотя не столь важно. Это сыр российский. Ничего страшного, суп ешь, пожалуйста. Это там очень много молока. А на 125 рублей этот кусочек. Вообще красота, Катя. А что мы его взяли? По 500 рублей. Пашихонский пролил. Ну, и, конечно же, Аллу нельзя пускать в магазин. Была скидка на семена. 9,90. Я не могла удержаться. Срок годности у него до 24 года. И взяла вот 15 пачечек. Тут и редиска, и базилик, и еще что, и сельдерей кустовой. И даже взяла три вида. А, баклажан 9,90. Кстати, хорошие семена я сажала. Они все хорошие схожести у них. И перчик взяла, подарок Молдовы. По 9,90. Но это все уже на следующий год. И взяла... А, капусту. Хочу капусту посеять. Капуста дорогая. Вчера подруга мне звонила. Хотя мои плохо едят капусту. Ну, нафиг. Насею. Пусть будет капуста. Ее, кстати, наверное, уже пора сеять. Так. Ну, ладно. Вот на этом у нас все. Сумма нашей покупки составила... А давайте заново еще раз. 1456 рублей. А, это еще скидка была 45 рублей. У нас было на карте накоплено. В общем, 1500. У нас вот эта вот покупка 1500. А давайте еще раз. Еще раз не будем. Будем всем говорить. Мы вас любим. Ценим. И уважаем. И приходите к нам завтра в баню. Паша приглашает вас в баню сегодня вообще-то. Ну, вы к нам приходите завтра. Вы приходите к нам на канал. Мы всем вам очень рады. Пока-пока. Катя, выключите, пожалуйста, нас. Я сам. Катя, выключите, пожалуйста, нас.